Модная тусовка, молодежный фест, как правило, незамысловатые напитки. Потому что, например, дорогостоящий абсент сможет позволить себе не каждый. А вот попробовать напиток, которым наслаждался сам Ван Гог, хочется. Если это про тебя, смотри наш сюжет. Здравствуйте, я волшебник изумрудного города. И сегодня я расскажу вам рецепт приготовления абсента. Нам требуется обычный чистый спирт, крупные головки сухой полыни, семена фенхелия и семена аниса. Все эти препараты свободно продаются в аптеке. Все семена смешиваются со спиртом, светло-салатовый оттенок спирт приобретает. А конечный результат после настаивания, он приобретает темно-зеленый. Настаиваться можно двумя способами. Либо 12 часов в горячей воде до 40 градусов. Либо же неделю должен настаиваться в теплом месте. После того, как дистиллят настоялся, он перегоняется через дистиллятор. В народе называемый смогонным аппаратом. Берем дистиллятор и заливаем туда наш дистиллятор. Заливается он вместе со всеми семенами, со всем осадком. В этих осадках как раз содержится самое большое количество дистиллятора, которое нам и нужно для приготовления абсента. Нужно разбавить раствор водой. Из расчета 0,45 литра на 1 литр нашего дистиллятора. Мы приступаем к основному нашему процессу. Отделение эфирных масел и превращение этой жидкости в абсент. Ставим дистиллятор на плиту. Теперь нам осталось, чтобы дождаться момента, когда у нас закапает наша волшебная жидкость. Из холодильника прямо в бутылку. Ну все, процесс у нас пошел. Жидкость начала капать. Представляю вам, познакомьтесь, это абсент. Сейчас он прозрачный. Зеленым он станет, когда настоится направо. Настается он дубой приблизительно 10-11 дней. Вы видите отчетливое голубое пламя. Пока оно голубое, значит крепость не менее 60 градусов. А вообще крепость абсента должна быть 70-85 градусов. Берется просто сахарный сироп и добавляется им абсент. Еще добавляется только лимон, для того, чтобы сделать вкус гораздо мягче. Смешивание производится 1 треть абсента на 2 трети сиропа. При этом жидкость должна помутниться, что и произошло в нашем случае. Рядом ставим стакан с чистым сиропом, с абсентом. Эффект получился нужный. Итак, на примере вот этого стакана очень хорошо видно, что эксперимент у нас получился. Потому что вот видно не помутняющая жидкость, и вот помутнение, которое вызывают усиленные масла туина. Пора пробовать абсент. Прошу вас, угощайтесь. Ну что ж, продегустируем. Грабственный номер. Он обладает вкусом микера. Итак, мы только что сделали абсент. Полная навык того, который вы можете купить в любом бельном магазине города. Но там вы потратите больше 1000 рублей, купив одну бутылочку. И делать дома у вас выйдет гораздо дешевле. Волшебник изумрудного города прощается с вами. В следующем сюжете мы будем с вами делать пышки. Все, пока.